так вот вопросы мне кажется не слышно лицо сделай радостно все заплатят кто будет смотреть ну и снова всем здравствуйте на раз два-три всем привет всем привет и кстати сегодня последний день в еленджике мы сейчас уже уезжаем мы сегодня собрались ответы на вопросы снять это будут вопросы которые не задавали которые я сама придумала которые может быть часто задаваемые будут они уже есть принципе победе это вопросы об отдыхе куда мы ездили зачем почему и вот сейчас мы это все расскажем так и первый вопрос у нас это почему анапа и геленджик почему бы и нет правильно почему мальдивы канары у кого-то у нас анапа и геленджик мы для себя и для детей сделали не под небольшой такой отпуск побывали на побережье анапы и геленджика мы посмотрели город в чем разница в этих городах где больше всего понравилось мы начнем с того что мы просто здесь ни разу не был никто из нас поэтому почему бы и нет второй вопрос как мы планировали все через интернет планировали первый раз когда мы ехали решили распланировать это все сделать как полагается чтобы мы уже приехали на всем готовым так сказать чтобы мы не заморачивались по месту уже и как показала практика может быть у кого-то это и стопроцентный успех но в нашем данном случае это был не успех как вы уже видели в прошлых видео об отдыхе мы сняли квартиру квартиру а номер в гостинице мы брали бюджетную гостиницу никто не говорит что она должна была быть какая-то супер пуперская но вот этот вариант такой же бюджет ну как бюджет относительно бюджетный но не намного дороже того номера который мы снимали через интернет в анапе и получается здесь намного лучше даже здесь и кондиционер есть здесь все новое так сказать все красиво аккуратное ничего лишнего там же все ободранное грязное было поэтому есть чем сравнивать так сказать и через интернет опыт у нас не очень оказался хороший поэтому я в принципе и не могу советовать через интернет заказы потому что на фотографиях было все красиво и шикарно вот похожие даже номера на вот эти в которых мы сейчас находились находились в реальности совсем сразу отвечу на ваш вопрос что когда вы заказываете гостиницу или отель читайте читайте внимательно сразу отвечу на вас на ваш вопрос читали внимательно мы доказали номер люкс на 4 человек входило кондиционер чайник там все описано все это было описано а что было непонятно мы предварительно позвонили мы уточнили есть ли вай фай нам сказали да конечно без проблем люди не жалуются все хорошо все чудесно в итоге когда по приезду мало того что это находится не как вот гостиница заходишь и гостиничный двор какой-то хотя бы дворик мы как куда-то ушли совсем закоулки через мусорники проходили это как черный ход какой-то на кухню какую-нибудь я в принципе даже не удивилась что оказалось все именно так ну в общем это наш опыт многие заказывают через интернет и у них все окей все хорошо у нас было так поэтому вы уже знаете по большей части моих видео что у меня жизнь отличается от вашей и и мой опыт отличается от всех остальных опытов да еще когда находились в ступино мы распланировали так что мы не берем чемоданы мы берем именно рюкзаки и путешествовали именно с рюкзаками никакой балласт мы с собой лишний не брали хотя и так я вам скажу оказалось всего довольно таки много маленьких рюкзаков достаточно потому что мы брали один походный большой и получилось так что многие вещи да которые нам не нужны допустим брать что-то из косметики вот я брала но мне это не пригодилось вообще некоторые вещи там джинсы какие-то я не знаю кофты теплые и все такое ничего не пригодилось я понимаю бывают такие прохладные как бы деньки мы на это и рассчитывали но они были и все равно нам ничего не пригодилось так еще что шампуни и все остальное вот мы взяли бадью одной бабушки агафьи это шампунь короче это мыло которым можно и голову мыть и тело вот это на всю нашу семью и на на все на все наше тело и во все дни пригодилась поэтому я другого ничего не вижу смысла брать кучу баночек всяких да бадья большая но ее вот хватило нам на весел одной банки хватило на весел что еще ты можешь посоветовать и планирование для детей планирование для детей но самое оптимальное собрать это для них то что они могут нести их не рыцачу все это сменные трясики маечка шортики обувь все по минимуму опять что и набирать много потому что мы взяли много кофточка на всякий случай все этого достаточно больше ничего не надо при том что ну как бы мы отдыхали в таких номерах там где предоставляется все и полотенце и постельное поэтому этого ничего мы брали с собой два полотенца мы их носили на море в номерах в принципе все предоставляется так третий вопрос какие проблемы возникли уже по месту то что мы не брали с собой к примеру защиту от солнца и сгорали обгорали много раз это очень важный фактор его нужно учесть потом что всякие нет допустим в гостиницах стирки это прачечной и вот именно по месту вот эта проблема мы стирали руками в раковине либо тазик нам какой-нибудь давали поэтому да это проблема если есть конечно возможность у кого-то снимать хорошую гостиницу с прачечной либо со стиральной машинкой в самом номере то это вообще конечно прикольно мы были в анапе мы были или и везде была очень большая проблема с вайфаем очень большая вот мы сейчас находимся в геленджике и у нас уже четвертый день вообще никак невозможно подключиться очень много народу не то не успевают это что-то случилось мне кажется это интернет такой или они об этом знают никто не говорит об этом потому что клиентов тогда поменьше будет хотя мне кажется если люди захотят снимать номер то им уже не важно есть интернет но интернет реально плохой здесь у нас вот в этом номере в этой гостинице такой же интернет как и пансионате в анапе ничем не отличается абсолютно все мы сейчас работаем если у кого есть телефон 4g 3g да в основном на 3g сидим и я вот видео поэтому выгружаю по 5 по 4 минуты потому что у меня нет возможности выгружать полноценные видео там по 15 минут по 10 они просто не загружаются эти маленькие еле 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 грузятся поэтому да это такая проблема кто такой мобильный человек для него это будет проблема кто приезжает и забывает про интернет и соц сети тому это будет неважно так и четвертый вопрос у нас это что лучше брать с собой а что вовсе не нужно что ты посоветуешь брать с собой кроме одежды нужной и нужная да которая не берите ничего не нужного абсолютно так как я перед этим говорила а вдруг вот это пригодится а вдруг вот это не нужно да большинство не пригождается поэтому по минимуму взял и поехал лучше если что-то не будет хватать лучше здесь купить я лично считаю потому что так ну ты ты набираешь кучу всего как вот мы набрали это мы по минимуму взяли мы не брали чего-то такого заоблачного мы взяли теплые вещи я вам так скажу это какую-то кофту теплую и штаны теплые взяли запасные какие-нибудь шорты да там белье соответственно это у всех так у детей у нас потом мы брали купальники соответственно там что моющие всякие брали для себя и большую часть из этого мы не использовали в основном мы использовали тупо летние вещи да это купальники шорты майки футболки что там еще а обувь обувь берите желательно какие-нибудь вот такие вот сланцы ну какие-то шлепки которые вы носите потом обувь в которой вы удобно будете ходить по улице и все больше вам ничего не нужно я допустим брала кроссовки но я их надевала только один раз на джиппинг все больше я их не надевала это мне кажется в моих сандалях тех могут можно было пройтись спокойно мы довольно таки нормально на легке в принципе передвигаемся я лично рада что мы не брали чемоданов кучу всякой ненужной всячины для детей я также могу сказать сменные шорты которые они будут ходить на море сменная там футболка маечка панамочка также тапочки ну и все это все что им для моря надо в принципе все то же самое что вы для себя берете то что берете для себя то и для них больше вам как бы не надо если идет дождь вы реально никуда не выйдете да это максимум если вас дождь не застал где-то и вы добежите до номера и все равно будете сидеть в номере никто она практически не гуляет по дожду это буквально вот у меня был один раз я бегала и попала под дождь и на тренажерной площадке я на тренажерах занималась под дождем это один единственный раз был это уже ну я уже и так мокрая поэтому я плюнула и занималась дальше так в основном прибежите в номер будете сидеть там что вы не будете ходить гулять потом и все равно 10 лет же не будет похолодания после дождя хочу сказать каждый попадает мы попали у нас погода всегда и было 9 дней то что мы находимся в келенжике было великолепно да и вонапетуш жирище было постоянно не попали у нас всего лишь два или три раза по моему шел дождик да это было вечером и то духота было не было прохлады никого этому нам с погодой очень повезло так что если вы собираетесь в отпуск то в июле месяц вот это так и последний вопрос это общее впечатление ну что понравилось что не понравилось нам мне понравилось допустим если сравнивать анапу и геленджик я когда первый раз приехала в анапу мне понравилось именно вот не сама анапа а само побережье это именно вот как картинки из интернета открытки какие-то вот этот вот побережье и море как бы совокупности это так красиво выглядело что ни с чем не сравнится это впечатление и она останется у меня в памяти на всю жизнь но когда я приехала в геленджик честно геленджик меня покорил тем что может быть это будет тупо конечно но может быть кто-то со мной согласится геленджик это просто обычный город он ничем не отличается от других городов кроме того что он стоит именно вот на побережье да он находится возле моря и это удобно это круто здесь куча всяких развлекалок но потом это все зимой проходит и он превращается в обычный город который находится у моря я раньше жила в таком городе у нас на украине на в украине город мариуполь он находится на побережье азовского моря как бы то же самое только море раз а так смысл тот же самый и это в принципе круто этим мне и в принципе понравился геленджик он по мне понравилось но она по это это дети это бабушки это семейный отдых до молодежи очень мало геленджик больше молодежи очень много веселья набережная огромная красивая езди повеселиться лучше всего и сам город красивый ну как для курортного городка он не говорит что здесь супер-пупер архитектура какая-то музеи и всякие театры нет просто сам город для курорта я считаю нормально ребята если вы любите веселиться это геленджик приезжайте на набережную и веселитесь да здесь много клубов здесь много именно вот ночная жизнь она кипит просто и честно смотря когда приходишь вечером да если куда-то ломятся все куда-то прутся и ты не понимаешь куда пока сам не выйдешь ночью на набережную ты не поймешь этого реально много много вот ночных развлечений также всякие какие-то конкурсы да там чуть-чуть много на набережной кстати катеров катающих вечеринок на катере короче очень много всего интересного и увлекательного в принципе я если вот советовать то советую больше геленджик чем она она по это больше такой спокойный отдых и его могу посоветовать только вот людям спокойным либо семейным уже с детьми которые детям больше понравилось геленджики ну всем геленджик больше понравилось геленджики вот поэтому они тоже в восторге хотя мне вот изначально когда мы ехали по рассказам других людей мне казалось что геленджик это это вот как раз таки такое вот что-то наподобие она что-то не интересное что такое вот обычное оказалось наоборот вот такие впечатления у нас остались от двух городов всем большой привет всем большой пока в общем да это все вопросы на которые мы хотели ответить если будут какие-то дополнительно вопросы задавайте стоимость мы не обсуждали потому что это не имеет смысла обсуждать у каждого свой опыт будет у каждого своя стоимость какого-либо номера гостиницы и все остальное и у каждого разные запросы да вот а больше у кого-то меньше мы вам посоветуем сейчас гостиницу которую в которой мы живем в геленджике она вам может не понравится посоветуем пансионат вот магадан в котором мы жили в анапе он нам понравился мы сравнили просто с тем что мы заказывали через интернет и мы уже выбрали его не искали ничего другого потому что мы приехали сюда отдыхать а не искать что-то роскошное либо там фу-фу-фу я здесь не хочу находиться мы приехали отдыхать мы просто хотели нормальное помещение в котором можно спокойно жить спать существовать как-то ну в принципе все я ничего не хотела сказать мы очень хорошо отдохнули очень хорошо погуляли всем большое спасибо за внимание пока пока